Итак, друзья, я не знаю, стоит ли представлять нашего сегодняшнего гостя, но я позволю себе скромно представить Максим Хромцов, олимпийский чемпион весовой категории до 80 килограмм в Токио 2021 года. Очень приятно, спасибо, что дал интервью. Ну, еще не дал, но сейчас даже. Мне тоже очень приятно. Честно, слежу за каналом, видел видосики, попадались. И мне приятно, что Текмондо у нас развивается благодаря YouTube, благодаря таким роликам, которые там залетают и набирают большое количество просмотров. Итак, Максим, самый сложный противник? Ой, слушай, было много сложных противников, по-моему, на моей карьере. Можно топ-3, топ-3. Топ-3, тогда это Милат Беги Харчагани из Азербайджана. Это кореец Хван Намгунг, с которым я встречался трижды на Грандслэме. Только на Грандслэме мы с ним встречались. Это какой-то боец Грандслэма. Три раза и три раза в финале. То есть, ну, и вот с ним было очень сложно. И, наверное, третьего, не могу так сказать. Ну, пускай будет два. Да, вот два действительно сложных соперника. Возможно, были, а, был, когда я только зашел в категорию до 80, Чейкс СС Салах, олимпийский чемпион Риле Де Жанейро. И когда я переходил в весовой 74-80, мне было сложно против него, потому что он действительно тяжел, он много гоняет 80. Но когда я устаканился в этой весовой, набрал форму, я его там в Тайване раскатал. Но до этого два раза я ему проигрывал. Окей, спасибо за ответ. Идем дальше. Что бы хотел изменить в своей карьере? Я старался, я старался. Что бы я хотел изменить в своей карьере? Честно, сейчас скажу, что ничего. У меня все прошло замечательно. Единственное, что бы я там поменял, выступил бы на прошедших Олимпийских играх в Париже. Но тем не менее. Если бы это была такая возможность, вот это бы, возможно, поменял. Потому что все равно я понимаю, что я сейчас готов. Я на пике, мне там 26 лет. Да, самый-самый пик. И то есть в Токио это был еще не пик, сейчас он есть. И, к сожалению, нас вот не допустили. Возможно, вот это бы поменял. Но все, что не делается, всегда все к лучшему. 100% я такому же принципу. И когда я там только попал в сборную, я стал вторым. То есть я никуда не ехал. Ни на первенство мира, ни на первенство Евро. А тогда было первенство мира и юношеские Олимпийские игры. Меня никуда не взяли, потому что я был второй. Но благодаря этому я провел 5 сборов. И я пахал так, чтобы быть лучше всегда первого. Голодный, да? Да, чтобы всегда быть лучше первого номера. И если, возможно, я стал первый, я, может, расслабился там. Ну, я первый, что мне вообще все равно. А тут я второй. И я понимал, что мне надо пахать, чтобы потом его выиграть. Супер. Такой, наверное, вопрос на основе твоего личного опыта. Ну, в принципе, наверное, они все такие. Как считаешь, видно ли чемпионы с детства? Нет. С детства чемпионы. Просто знаешь, у многих родителей, вот, вот это прям 100%, 100 баллов будущий чемпион. Есть такой стереотип, я поэтому и задаю это вопрос. Расскажу про себя. Меня это всегда мотивировало. Меня тренер никогда не... На тренировке тренер смотрел на других детей, не на меня. На соревнования брали других, меня не брали. Потому что я, может, не был там каким-то физически одаренным. Но я всегда... Меня это, как сказать... Подстегивало. Подстегивало. Потому что, если бы, возможно, меня возили, я бы расслабился. А тут меня не берут. И я хочу доказать, в первую очередь, себе, своим родителям, что я не просто так занимаюсь. И всегда я хотел быть лучше. И был момент, когда у нас всю команду, я помню, на кадетах повезли в Москву. Сюда я сам с Нижневарцевка. Повезли сюда в Москву на турнир, а меня не взяли. Что, ну, не перспективный. И меня это очень сдернуло тогда, что... И я прям постоянно ходил. Они уехали, я побегал. Сам впоследовал, да? Да, я был кадетом. И, чтобы ты понимал, я ни на одной российской детской не был. Я постоянно проигрывал. Не мог отобраться. Даже не отбирался, да? Даже не мог отобраться. И в какой-то момент вот на юниорах... Это вот для беспокойных родителей прям вот. Да. Ты же знаешь боль нашего спорта. Что, типа, блин, что такое, что такое, ребенок не на этот результат. Да, ну, мама меня всегда поддерживала. Она никогда меня не ругала за поражение. Она говорит, ничего страшного, все впереди. Отец, да, он меня мог... Был более жесткий, да? Да, он меня мог отругать. Бывало такое, например, я действительно это рассказывал в одном интервью. Что я приезжал в соревнованиях, он просто меня не встречал. То есть, мне приходилось заказывать... Я смотрел, кстати, интервью это. Мне приходилось там заказывать такси. Это мой такси, потому что вот я проиграл. Что я буду, говорит, проигрыш его встречать. Иди, едь, говорит, проигрывай. Ну, ты как считаешь, тебе это сейчас больше помогло, либо... В тот момент мне это помогло. Сейчас, если бы отец так, например, сделал, возможно, нет. Во взрослой жизни? Но в тот момент, да, я хотел доказать отцу, что я... Блин, не просто так это делаю, что я обязательно могу, да. Да, и слава богу, все вот так сошлось, что я попал в сборную России. Когда я туда попал, честно, я просто это все увидел. И я как губка все в себя вот впитывал, впитывал. Для меня все было в новинку. И постоянно, каждую тронуфку у меня мурашки по коже. Потому что я этого не видел. И в тот момент я понимал, если сейчас я здесь не останусь, я никогда сюда обратно не вернусь. То есть ты зубами прям грызся, да? Да, да, совершенно верно. Ну, я действительно был на уровень ниже других. Но из-за своего характера, из-за своего хотения побеждать, я смог добиться. Я тебя понимаю, из статуса андердога меня тоже часто подстегивал, как ты в андердоге, и тебе никто не верит. Это наоборот, вот лично меня типа... Совершенно, да, да. Ага, сейчас, сейчас посмотрим. А когда ты в статусе фаворита, да, тебя, возможно, опасаются, к тебе, с тобой аккуратничают. Но, тем не менее, ты в статусе фаворита, у тебя в голове... От счастья расслабляет. Да, я фаворит, я не должен там проиграть, я должен там выиграть. На меня там все смотрят. Да, это да, это, конечно. И, безусловно, когда поражения бывают, когда в статусе фаворита, они такие себе. Более болезненные. То андердогом утерять нечего. Конечно, можно вабанкать. И я помню себя, когда я приехал на чемпионат страны по взрослым, весовой категории до 68, и ребята, Минины, они сейчас тренеры. Один работает в сборной России, другой сборной в Санкт-Петербурге. И на тот момент это для меня просто Минины, там, я, ну, не знаю, я их только по телевизору видел. И тут я с ними выступаю, бьюсь против них. И, конечно, мне терять нечего, я хочу их победить. И в тот момент... Офигенно. И да, и на чемпионате России, вот одного я выиграл в полфинале, в финале другому даже золотого балла проиграл. Ну и как у тебя в этот момент мир немножко поменялся? Конечно. Само мир ощущения? Сто процентов. Типа, я могу, да? У меня появилась уверенность. А на и до этого, вот я выходил на поединок, у меня не было, что нет, он меня сейчас побьет. Никогда такого не было. Я выходил, и, возможно, где-то со страху, ну, как, с переживанием, со страху я выиграл, потому что, ну, действительно, они очень крутые спортсмены были, и для меня на тот момент это прям уровень. Мужики. Я еще, в месяц, 17 лет было, 16, а они мужики уже. Но все, слава богу. Три качества, без которых чемпионом точно не станешь? Дисциплина, это самое важное качество, которое закладывается в спортсмена с детства. Совершенно солидарен. Да, без нее ты никогда не станешь чемпионом. Честность по отношению там к себе, к сопернику, к тренеру, всегда нужно быть честным, откровенным. Что бы ни было, ты должен там общаться с тренером. В общем, важность диалога, важность коммуникации. Да, важность диалога, да. И, конечно, трудолюбимость, постоянно работа над собой, не только там физически, но и как-то ментально, психологически. Да, это тоже очень важная составляющая любого там спортсмена, когда ты, бывает спортсмен реально, ну, физически сильнее, все, но ты его как-то психологически там давишь. Вот даже мой последний поединок, не последний это был поединок, но на чемпионате Европы я дрался с итальянцем. И до этого у нас, он сейчас первый номер подписчиков рейтинга, у нас до этого с ним небольшой треш-ток был в интернете. Реально? Да, да. А из-за чего, типа, закусились? Но нас отстранили. И он что-то вкинул? Не, я выложил в историю, что ребята до 80 можете пока расслабиться, но недолго, я скоро вернусь. Его это задело? Его это задело, да, потому что он стал набирать, он стал выигрывать турнир за турниром, и он выкладывает, выигрывает какой-то турнир в Болгарии, выкладывает, не переживай, я прогрею эту весовую, пока тебя нет, жду тебя. Да. И то есть вот такая у нас мента, мы с ним не снимем руки, мы не здороваемся, да, у нас прям принципиалка такая. И на Европе вот это его сломало, он не смог, он был фаворитом, он первый номер олимпийского рейтинга, меня только вернули из там вот этого дисквалификации нашей сборной России, это были, можно сказать, первые там соревнования, и, конечно, он в статусе фаворита, я в качестве статуса андердока, потому что я не выступал там два года, но я его победил, и эта победа была ментальная, я увидел, как он сломался. Это очень круто, это очень круто. На таком уровне, ну, я понимаю, что физически, тактически, плюс-минус, они, ну, вот на один процент колеблются. Все вот здесь, да, голова. Расскажу про олимпиаду, очень классно, и я всем это рассказываю, потому что это чувство никогда в жизни у меня не было. Когда ты с соперником там заходишь в клинч, ты с ним дерешься, и ты чувствуешь, что он боится не тебя, а проиграть, что он переживает, что он на олимпиаде. То есть ты до этого не чувствовал с оппонентами, что они вот это испытывают, да? А тут у меня это чувство было, потому что я в себе был уверен на 100%, какую работу я сделал, сколько я тренировался. Ты выходил уверенно, я отсмотрел все бои, ты выходил, не попробовал, ты выходил выигрывать. Это чувствовал, это и по тебе, и по Владу чувствовал, что вы пришли просто забрать свое. Да, а у них это было, потому что, ну, я не могу это объяснить, ну, чувствую. Всего два турнира в жизни у меня таких было, это вот чемпионат мира в 17-м году и Олимпийские игры в 21-м, когда я, не знаю, каждый сантиметр кортов, я все чувствовал, там, что тренер, как он дышит. Я понимаю, что, типа, аж кожей чувствовал. Да, 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 невозможно это передать, но оно есть. Ты говоришь, что мурашки реально. Да, да, кайф. И вот такое чувство у меня было там. Вообще офигенно. Согласен ли с утверждением, что талантливый человек талантлив во всем? Типа, если ты профессиональный спортсмен, реально ли совмещать с учебой, с каким-то хобби? Вот на твой взгляд. Если ты профессиональный спортсмен, по моему мнению, это очень сложно. Практически невозможно. Да, да, да. Некоторые совмещают, но, как правило, они не добиваются там высокой, они там на уровне первенства, там чемпионат страны. Ну, грубо говоря, это посредственный и в спорте, и в учебе. Это тоже в этом плане. Да, вот расскажу про себя. В свое время меня очень поддерживали мои родители. Они всегда говорили, Максим, как вот ты считаешь, как ты думаешь, так мы и сделаем. То есть, выбирай, учеба или спорт. Они не говорят, нет, ты пойдешь в учебу, все нафиг. Нет, Максим, твой выбор. Я говорю, давайте пока все совместим, потому что, это когда я переходил в 10 класс, потому что я еще не знаю, я еще там не в сборной страны был. И вот как раз я перешел в 10 класс, пошел в сборную России, и родители сказали, ну, наверное, надо переводиться в колледж, потому что, ну, я не знаю, полгода, наверное, из всего времени я отсутствовал. Да, и мы тогда перевелись в колледж, я закончил колледж, сейчас закончил университет, учусь на магистратуре. То есть, все благодаря спорту, оно компенсируется, вот то, что ты там потерял, возможно, где-то в учебе тогда. Это в любом случае спорт, если ты добиваешься высокого результата, если ты там чемпион мира, олимпийский, чемпион Европы, да даже просто ты хороший спортсмен, у тебя там и после спорта в жизни все будет хорошо. Я в этом уверен, потому что спортсмены, они ко всему адаптируются, опять же, вот мы говорили про дисциплину, про там, я не знаю, правильное питание, про все, и все вот это, оно сохраняется же в тебе после. Да, сто процентов. Вот, кстати, хочу подчеркнуть, то, что я заметил именно вот в единоборствах, я думаю, ты, наверное, самой согласишься, вот ты просто эту тему вскользь упомянул, способность быстро подстраиваться, меняющиеся ситуации. Единоборствах это наиболее сильно выражено. Да, да, особенно тэквондо. Да, тут надо долю секунды принимать решение. Да, у нас в тэквондо вид спорта даже не только к жизни, а к любому виду спорта адаптирован, то есть мы играем в футбол, мы там играем в баскетбол, в любые игровые игры, мы хорошо плаваем, бегаем, бьемся так же, боремся, все у нас в тэквондистах есть. То есть, например, перейти нам в другой спорт, никаких, я думаю, проблем там за полгодика освоиться не будет, как-то так. Что делать, если ребенок не дает результата в кадетах и юниорах? Ну, да, я уже говорил про то, что у меня никак, ну, не было... Ты про кадетов рассказал, может, просто про юниорский возраст? На самом деле, я считаю, что очень важно, один из важнейших таких аспектов, это заходить в юниорскую команду, потому что у нас в стране она действительно очень сильная. Это как раз может послужить трамплином, который нужен. Это тот трамплин, который там толкнул меня во взрослые тэквондо, там, Таню Минину, которая сегодня, Полину Хан. Вот мы через одну прошли, Влад, он с молодежки вроде бы заскочил. Позднее, да? Да, или вроде сразу во взрослые. То есть, у него чуть другой был путь. У нас вот у всех через юниоров, потому что у нас в России есть что юниоры, что молодежка, действительно очень сильные команды, да, и какие-то там очень сильные тренировки, сильные тренеры, и там и закаляется вот эта вот дисциплина, вот этот дух, который нужен командный. То, что ты там первый раз видишь, если ты заходишь во взрослые, уже не то, это более профессионально уже, каждый сам на себя там как таковой. Ну, по моему мнению, команды нет, потому что все равно все соперники, соперники уже не первый год. Ну, каждый немножко смотрит за спину, да? Да, 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 совершенно верно. Тогда, когда в юниорска этого нет, там одна большая команда, вы все, у вас одна цель, одна задача, там добыть золото. Короче, более атмосфера такая сплоченная. Да, 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 совершенно верно. По моему мнению, важно там заходить, но ни в коем случае нельзя останавливаться, если ты себе поставил цель, там, выиграть Олимпийские игры. Почему ты проигрываешь кадетов и говоришь, ой, наверное, я брошу, наверное, это не мое. Как, ну как? Ты просто лишаешь себя там одной цели, ты будешь заниматься чем другим, тебе надо все это заново учить, все заново заниматься, я не знаю, пойдешь в музыку, это же все заново надо. И, ну ладно, не лежит там у тебя душа в тэквондо, но тогда да. Но если ты хочешь заниматься, то есть у тебя есть желание, то не нужно ни в коем случае... Просто вот в тему диалога, а в каком возрасте ты для себя принял решение, я буду Олимпийским чемпионом, вот твердое решение. Я расскажу, да, тоже было такое, когда я пришел в тэквондо, мне было 12 лет. Ты перешел с каратена сколько? Да, перешел с каратена тэквондо в 12 лет, это, может, второй год юниоров, ой, кадетов, то есть второй год кадетов. И тренер мне тогда сказал про такую вещь, как визуализация. Ооо, я ее просто использую, я... Да, я тоже ее использую, он говорит, ребят, все, о чем вы думаете, это обязательно случится. 100%. Нужно в это верить, об этом думать, себя представлять там. И вот я тебе клянусь, с того момента, с 12 лет, я себя представлял на Олимпийских играх в финале, правда? Своем. У меня чуть мурашки, да, у меня чуть другие там планы были, я думал, я с вертушки там вырубаю, выигрываю, но тем не менее. Ты просто одну из моих визуализаций сейчас говоришь, я, конечно, себя не представляю, но я представляю кое-что другое. Когда это случится, я тебе напишу первому. Дай бог случится. 100%. В общем, это вот, вот так, и в тот момент я для себя понял, что я хочу стать Олимпийским чемпионом, что это все реально, это все возможно, я поверил в эту визуализацию. А как часто ты прокручивал? Постоянно, постоянно, перед любыми соревнованиями, например, у меня через полгода чемпионат мира, я себя представляю на первом месте, я представляю, как я выхожу на бои, как я разминаюсь. Сам бой представляешь? Я все представляю. В мельчайших подробностях, да? Да, но у меня никогда не бывало плана. То есть, я такой спортсмен, когда я выхожу на бой, у меня нет плана там, я знаю, что делать соперник, я знаю, что делаю я, все. Но есть другие спортсмены, вот, например, у нас Влад Ларин. Который заранее геймплан, да, сейчас я буду сюда его прикармливать. Да, 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 у него есть четкий геймплан, которого он там следует, и он у него работает. Если у него, это такой спортсмен, вот, сегодня он проиграл, например, к примеру, я говорю, на следующих соревнованиях он его 100% выиграет. Он его разберет по частичкам. Он разберет по частям. Он и его тренер, это, ну, мозг. Я чуть другой спортсмен. Мне тренер, ну, там, не учит меня, как там против соперника, вот, ничего, просто я, ну, немного другой. Это особенности психики. Да, да, особенности психики. Просто все разные люди. Совершенно верно, да. И, то есть, когда, там, вот, даже сейчас на чемпионате Европы, Влад там неудачно выступил, не заработал медали, и он расстроенный, и я подхожу, говорю, Влад, ну, кто, как не ты, сделает работу над ошибками. Я говорю, сейчас мы же готовились к олимпийским миграмм, мы еще не знаем, что у нас не допустил, я говорю, Влад, это тебе такая возможность, представь ты сейчас, как проработаешь это все, и на олимпийских играх ты просто ему шансов не оставишь. Ну, к сожалению, не получилось там выступить, но, тем не менее, вот, я рассказывал про два совершенно разных типа, которые стали олимпийскими, что ты нашел, зная его, ты нашел те слова, которые его 100% поподряд и замотивируют, зажгут. Да, 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 потому что, ну, мы уже сколько вместе, там, в одной команде, друг друга знаем, Полина Хан, вот, у нас, она более такая, как сказать, она в тандеме с тренером, вот, все, что тренер говорит, она все выполняет, и все у них четко получается, у них очень сложная работа. Таня Аминина, она, она, да, у каждого, у каждого свой путь, и все мы, слава богу, достали, там, чемпионами в свое время. Как себя настраивал на бои, когда узнал, что у тебя перелом во время олимпиады? Да. Для многих же, знаешь, типа такой, ну, во-первых, для многих страх получить травму, и еще больше страх с этой травмой работать. Да, да, но я уже, не знаю, слава богу или нет, до этого, на чемпионате Европы за два месяца до Олимпийских игр я сломал также руку. Да, у тебя был рецидив, я знаю. В втором поединке, и два поединка я еще провел сломан на руку, это там, против Мелада и против этого же Итальянца, который сейчас в первой Олимпийском рейтинге. И, конечно, да, я был готов к этой ситуации, просто она случилась на Олимпийских играх, представь, ну, в первом же поединке я бью, кулак-кулак, у меня ломается. Получается, ты это столкновение с кулак-кулак, кулак-кулак ударили, и у меня из-за того, что вот эти связки были порваны, рука просто опять ушла, перелом, и никаких проблем, я был к этому готов, я знал, что это может произойти. Да, ну, изи, да, все погнали, дальше. Я себе руку хорошо, ты и перевал, ставил лед, единственное, к финалу, там уже очень много времени прошло, она очень большая, как боксерская перчатка, у меня даже рука, перчатка даже не налазила, да, и по приезду домой, сделал рентген, да, увидел, что там. И вот ты спросил, как настраивал я тебя? Да, 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 вот важный вопрос. Честно, я, ну, представь, это Олимпийские игры, это цель там всей моей жизни, то, к чему я там всю жизнь шел, и как-то себя там настраивать даже не было смысла. В общем, смысл в том, что тебя это вообще ни в коем случае не останавливало, не загоняло, вообще суперобычно, все, погнали, работаем дальше. Да, это была ситуация, с которой я уже встречался, опять же, по-настоящему чемпионате Европы, тогда я немного переживал, да, сильно болело, я себе никогда там, слава богу, ничего не ломал, ну, в плане руки, и... Я тебе больше скажу, ты, вот сейчас ситуация на квалификационном отборе, может, ты не знаешь, но в финальном поединке мне сломали челюсть в первом же раунде, да. А, ты же в нокдауне был, в жестком. Да, меня отправили в жесткий нокдаун. Ну, ты офигеть, как собрался. Это опять же тема, что тебя это взбодрило, типа, опа, там жесткий нокдаун. Да, да, и остается 10 секунд, я веду по касаниям, я знаю, что я выигрываю, что я не отдам, и в какой-то момент он бьет в голову, я убираю, и он оставил ногу, я поворачиваюсь, и из-за того, что я не увидел, момент, тап, я вырубился прям, я уснул, я где-то секунды 2-3. Да, 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 и я потом начинаю открывать глаза, и у меня мысль, какой расслабон, ну, у меня даже силы встать не было, я прям на расслабоне был. И потом так, так, собрал, я еще в голове был, а может, типа, не вставать, и потом, да какой ты, что, и резко подорвался, и у меня все кружилось, очень кружилось, и я специально пошел на судью, чтобы она не увидела, что меня шатает. Я пошел на нее. Офигеть, ты сориентировался? Да, да. Типа, он такой лайфхак на самом деле. Она говорит, ты в порядке? Я говорю, да, ты где? Я говорю, в Болгарии на соревнованиях. Она говорит, там, что я сегодня, я говорю, отбираюсь на Олимпийские игры, финал, там, против, там, этого серба. И вот представь, если люди, вот опять же, это важно для подрастающего нашего поколения, вот ты не знаешь английский. Происошла такая ситуация, ты не знаешь, что ответить. Ты не можешь изъясниться, она думает, что ты в нокдаун, и тебя... Да, да, тебя снимают, все. А я тут смог ответить, подошел доктор, говорит, сколько там пальцев, посмотреть за пальцем. И потом говорит, если я увижу, что с тобой что-то происходит, я тебя с ним могу, все в порядке. А я чувствую, что у меня зубы сместились после удара. Да, я подхожу к тренеру, это был как раз концовка раунда. Ты говоришь, там, походу, это, да? Я даже после того, как отправили на грант, был бой продолжен, сразу зашел в клинис, я брал гол, у меня их, конечно, сняли, но тем не менее. Я, у меня все до сих пор плывет, я пришел к тренеру, говорю, скорее всего, перелом. Он говорит, нормально, полотенцем, и я вот со сломанной челюстью, два раунда еще победил. Ну, я думаю, он просто удивился, как я после такого удара. Да там, честно, мне кажется, не только он удивился. Я тоже как присматривал, он там очень жестко удар. Да, все трибуны, все подходили в Максим, только ты там смог, никто бы, говорит, не встал. И действительно, я приехал домой, я не мог есть, приехал домой, да, сделал снимок, не одели шины, там месяц я не тренировался нормально. Да, ну это такая история. Но он заработал олимпийскую лицензию, к сожалению, нас никуда не взяли. Это того стоило? Да, да, да. Знаешь, мне кажется, просто как по моему ощущению, эти победы ты отчасти делаешь не только ради медали. Ты же себя в этот момент побеждаешь, а какие-то свои. Вот ты же говоришь, я так хотел просто не вставать. Ты представляешь, как. Просто полежать. Ты такой, хорош типа, я не могу сливаться. Совершенно верно, просто. И даже бывают моменты, вот, я помню чемпионат Европы, 2019 год, или 2018, 18-18 в Казани. Я дрался в полуфинальный поединок против Милада, опять же, который сильный соперник, я говорю, у меня один из топ-3. И когда мы с ним бились, был момент, когда он меня выигрывал. И тогда я тоже, блин, может, ну его типа. И трибуны завелись, я завелся. Но ты вообще еще импульсивный. Я смотрю, ты такой вот, сам себя умеешь куражить. Да, 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 да. И я потихоньку, потихоньку, раз, собрал два и выиграл так же. На Европе в финальном поединке со сломанной рукой. Опять же, вот тогда один из моментов, когда я победил тактически. Обычно я побеждал за счет своего напора, за счет того, что я там постоянно соперников нагнетаю. А тут я понимал, что Милад сильный спортсмен. Если буду постоянно на него переть, мне нужен клинч. А клинч нужна рука. Я не могу включать руку. Она у тебя не работает, приходится думать. Да, и я включил движение, передвижение. Два раунда я сушил поединок. И в конце там третьего включился. И увел раунд в золотой балл и забрал. Круто. Вообще, на самом деле, начали с руки на Олимпиаде. И ты такие вещи подсветил. Мне кажется, это будет очень ценно посмотреть, на самом деле. Вот молодое поколение, вы запоминаете это, ну, от дорогого стоя. Мне очень приятно и радостно делиться вот своим вот этим опытом, который я прошел с подрастающим поколением. Потому что у меня этого не было. Я не видел на кого равняться. Некуда было посмотреть. А не было вот именно как раз преемственности такой поколения. Потому что в то время, когда вы были, грубо говоря, ну, юниорами, супер титулованных олимпийцев, ну, олимпийских чемпионов не было. Были титулованные спортсмены, но олимпийских чемпионов, да. И не было вот такой возможности, когда можно... Ты же, кстати, первый олимпийский чемпион. Ну, на день раньше, да. Да, ну по факту, мы фактами говорим. Блин, круто, вообще большое спасибо за вот такой неожиданно мощно раскрытый вопрос. Да, всегда. Самый счастливый день в твоей жизни? Самый счастливый день? Не назову Олимпийские игры. Я почему-то подумал, что это будут не Олимпийские игры. На Олимпийских играх я как-то, у меня не было счастья, у меня было расслабление, что наконец-таки я отпустил эту ситуацию. Мне кажется, на Олимпийские игры ты чувствовал, ну все, сегодня я просто пойду. Да, и мне спрашивали, я всегда себе представляю, что вы, я буду плакать, я буду радоваться, кричать. Кстати, да, какие эмоции были? И вот я расскажу, да, я когда выиграл Олимпийские игры, я просто... А, ну окей. Не, я выдохнул, выдохнул. А, типа груз спрещу? Да, 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 вот все, что там, мы сколько тренировались, будет Олимпия, коронавирус уже будет, не будет она. Потому что тоже было так постоянно подвешено. Да, очень много составляющих, которые давило. И когда я выиграл, просто отпустило, я наконец-таки отдохнул. Вот у меня первая мысль такая была. А самый счастливый день? Мне запомнилась очень свадьба моя, когда мне удалось собрать всех моих друзей, родственников в одном месте. И для меня это очень приятно и очень ценно, когда меня окружают такие друзья, которые там из других городов, там готовы приехать ко мне, мои родственники. И для меня вот это был один из счастливых дней. Не могу назвать еще, но возможно были еще счастливые, но вот это один из. Это вопрос я не планировал, но я его задам. Спорт, ну карьера или семья? Такой, несколько провокационный. Я не знаю, ответь на него как чувствуешь. Ну, я понимаю, он такой. Мне кажется, он будет честным с собой, ну типа, объективно. Слава богу, я скажу, что у меня такого выбора никогда не было, не будет и не сейчас его нет, этого выбора. Но, наверное, в этот момент я скажу семья. Потому что это дети, это твоя жена, твои родители. Конечно, это важней. Любой там, если мне скажут, я не знаю, или ты там бросаешь спорт, уходишь из карьеры, там что-то случится. То есть, конечно, я скажу, нет, я ухожу оттуда. Потому что семья, это, конечно, очень важно для меня, по крайней мере. Но у меня никогда в жизни таких выборов не было. Опять же, повторюсь, даже родители в детстве всегда давали мне выбор. Они не говорили, что это ценно. Они не были тоталитарными, да? Да, да. Либо так, либо никак. Да, и не было такого, что да пофиг, зачем занимаешься. Нет, всегда на всех соревнованиях они были со мной. Они меня не тренировали, но на всех соревнованиях они были со мной. Для меня очень важный момент был, когда у меня мама работала в ночь. И для того, чтобы с утра пойти постановить мои бои. Да, вот это очень круто. Это нереально заряжает на самом деле. Спасибо за ответ. Чем запомнился твой первый тренер? Не знаю, про какого хочешь расскажу. Можешь из карате? Да, про него. Да, вот, наверное, это будет. Это мой первый тренер, мой, так сказать, второй отец. Я его так считаю, потому что он действительно меня воспитал. И по сей день мы с ним в отношениях отец-сын. Даже сейчас я приезжаю в Нижний Варц, мы с ним всегда видимся. И он очень строгий мужчина, очень строгий тренер. И по отношению к нам, своим, ну, можно сказать, детям, спортсменам. Он нас всегда называет сынок. И никогда там не было такого, что он как-то унижал нас. Или, знаете, бывают тренера, которые там оскорбляют, там еще что-то. Нет, он всегда... Он был жесткий, но справедливый и четко держал грань. Где твоя личность, да? Да, да, да. И где твои достижения. Совершенно верно. Он мог нас как-то обозвать, но это было в шуточной форме, если мы действительно виноваты. А он нас воспитывал бамбуковой палкой. У него была бамбуковая палка, встали на кулаки, и всем по заднице он прошелся, ударил. Скажу честно, максимум один раз за всю жизнь я от него получил. Я действительно очень боялся и уважал его. И я настолько его уважал, что я там мог хотеть в туалет, не подходил спрашивать, потому что я его не боялся, но я уважал как-то, я не знаю вот. И был момент, кстати, смешной, расскажу. Он запрещал жевать жвачку на тренировке. Если ты жевал жвачку, иди сюда перед всеми, я не помню, но у нас много очень занимаются перед всеми, жвачку на лоб, и если ты ее там отклеишь, встанешь до конца тренировки на кулаки. То есть вот настолько, и это тоже очень такой момент запоминающийся был. И чтобы ты понимал, он сам нас, своих спортсменов, передал в Тейкмондо. Да, я, кстати, смотрел эту историю, что он почувствовал, что ты там лучше реализуешься. Да, да, и отдал. И это на самом деле контринтуитивно для любого тренера, потому что тренер, ну, все достаточно эгоцентричные личности. И хочется, это же я, вот, медали, ну, образно говоря. И это поступок, я считаю, очень длинновидного и, ну, сильного человека. Да, и по отношению моему к нему сейчас, мы с ним постоянно видимся, я его уважаю, я всегда говорю, спасибо вам за все, вы там меня воспитали. Потому что это так и есть. Не только там мой тренер Александр Венемович, но и он, как первый тренер, тоже меня воспитал. И он заложил тот фундамент, благодаря которому я двигался по жизни в спорте. Я был очень дисциплинирован, уважал старших, ну, и так далее. Круто. Ну, вот, кстати, вопрос, вытекающий из этого, можно ли вырастить спортсмена высокого класса без тирании на тренировках? Да, совершенно верно, да. У меня тренер мой, Александр Вениаминович, который вот меня сейчас воспитывает, там, с 12 лет, он мой тренер. Никогда в жизни никакой тирании, ничего не было. Он, наоборот, крутой момент, сейчас расскажу. Мы однажды с ним жили, мы, у нас не получалось ничего выиграть. Я вот говорю, мы, я постоянно проигрывал, не мог на Россию кадетскую добраться, у нас все в команде проигрывали, а он уже, там, 2-3 года с нами работает. И не может найти причину. И как-то я, мы жили, он всегда меня с собой селил. Так получалось просто, я с ним всегда жил. А может быть, и не просто. Да, наверное, и... Он же тренер. Да, а представь, вот он не видел во мне никогда перспективу. Никогда не брал меня, там, на сборы в Корею. Всегда ездили старшие ребята, я не ездил. Но, тем не менее, я всегда был с ним. Возможно, где-то подсознательно он видел что-то во мне. А может быть, что была многоходовка? Может. И вот я с ним жил. Он не рассказывал тебе? Нет. И был такой момент, он не разрешал играть в свой планшет. Я как-то зашел в заметки, он там писал, ну, не знаю, он же сам с собой. Я ему эту тоже историю рассказывал. И там было написано, что для чего мне все это, возможно, я скоро, типа, уеду отсюда, типа, из Нижневарта, ну, типа, нет результата. Я вот это увидел. Он сам переживал, да? Да, он переживал. И меня это тогда тоже чуть-чуть так зарядило, потому что я стал думать, что мы его подводим, что он хочет уехать. И если он уедет, как мы без него? У нас нет тренера по тэквондо. Если он уедет, все, мы пропадем. Ну, без тэквондо я в плане. И в тот момент, я помню, когда я стал второй на первенстве России по юниорам, я подошел к нему и говорю, Оксаниныч, не уезжайте, говорю, от нас, пожалуйста. Он говорит, это очень трогательный момент. И он говорит, не уезжайте. Как он отреагировал? Ну, он не понял, наверное, что я увидел вот это. Но я ему сказал, не уезжайте от нас, типа. Я тогда единственный из команды, вообще за всю историю нашу стал там второй на первенстве России, да. А ты через какой период времени рассказал ему эту историю? Недавно буквально, да. Вот может полгода назад. Ну, это было как-то в компании, он так, ну, типа, приятно ему стал. Он ничего не сказал, но я увидел, что приятно. Он такой, ну, не всегда, если может он где-то бокал пива выпьет, то он может раз... Ну, короче, не очень эмоционален, да? Да, 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 да. Блин, круто, вообще офигенная история. Во, классный вопрос. Осталось два вопроса. Да, конечно. Кто тебя мотивировал в детстве? Спортсмены, какие-то, не знаю, может быть, личности? Никогда, никогда у меня не было кумира. Кумира никогда не было. Меня мотивировал мой отец, когда говорил, что... Я тебя не буду встречать. Зачем ты туда ездишь, да. И меня мотивировало доказать ему, что я не просто так там хожу на эти тренировки. Меня мотивировало доказать, опять же, вот своему тренеру, чтобы он не уезжал от нас, чтобы он увидел в нас перспективу. И вот такие вещи меня мотивировали. Но я не знаю почему, я знал про Стивена Лопеза. Я знал про него, да. Я следил, я смотрел, мне нравилось. Но я не хотел быть там про Стивен Лопез. Не знаю, почему так, я это тоже где-то рассказывал, что не нужно там делать себе в голове кумиров, потому что ты никогда не будешь лучше своего кумира. Даже вот я говорил же про этих ребят, я им восхищался, они крутые, но они не были моими кумирами. Мне нравилось, как они работают, потому что они были на слуху и, ну, вообще, как личности, но кумиров не было. Ты никогда не станешь лучше кумира, а наоборот, твой кумир, там, чемпион мира. Ты же не станешь олимпийским чемпионом, если он будет твоим кумиром. Конечно. И даже очень классная история, кстати, сейчас на квалификационном отборе в Китае, он был за пару месяцев до европейского, я не отобрался. И в полуфинале меня победил молодой парень из Узбекистана, и он когда мне пожал руку, он говорит, ты мой кумир, говорит. Тоже очень такая приятная история, то, что там на моих боях вырос, и сейчас он со мной сразился, там выиграл меня. Остался последний вопрос. Что бы ты сказал себе десятилетнему? Блин, надо подумать. Вот встречаешь-то десятилетнего Максима Хромасова. Да. Знаешь, может быть, давай перенесем чуть-чуть позже, когда у тебя, вот, наверное, сомнения, может быть, были? Не было никогда. Тогда десятилетним остальных есть. Единственный мой совет, это тот и то, чего я придерживался по жизни, это действительно слушаться взрослых товарищей, тренера, самое главное, своих родителей. Потому что они действительно тебе никогда плохого не пожелают. И те люди, которые дают тебе совета, даже хоть какой бы он ни был, что ты посчитаешь, да, он ко мне придирается. Нет. Человек, если дает тебе совет, он на тебя рассчитывает и что-то, ну, надеется на тебя, верит в тебя. Вот я бы сказал, наверное, слушаться взрослых товарищей, взрослых тренеров, своих родителей, и тогда у тебя обязательно будет успех. Круто. Мне недавно один тренер, у меня так непонятки с одним человеком были, и один тренер сказал, а человек на меня обиделся, и один тренер сказал, Максим, вот на кого обижаются? Я сижу, понять не могу. Он говорит, ну, еще раз задаю тебе вопрос, на кого люди обижаются? И тогда я понял, что люди обижаются на тех, от кого они что-то рассчитывают, на кого они надеются. Конечно, кто не оправдывает их ожидания, это их ожидания. Да, 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 совершенно верно. Максим, насколько я знаю, вы недавно открыли свой клуб в Москве. Да, да, совершенно верно. Пользуясь случаем и этим интервью, хочу искренне помочь, чтобы в вашем клубе было как можно больше спортсменов. Да, да. И тем более, есть чему поучиться, это 100%, но я думаю, об этом не стоит говорить. Да, мы с женой, совместно с профессиональными тренерами открыли наш клуб, и с этого года они начали работать, мы развиваемся профессионально. Также у нас будет очень много мероприятий, аттестации, куда мы приглашаем и вас, и ваших спортсменов. И будем надеяться, рады вас видеть. Все по ссылке внизу будет. Да, все по ссылке в описании обязательно. Все, Максим, большое спасибо за интервью. Это было очень ценно, на самом деле. Да, рад помочь.